Так, друзья, снова 30 августа, кажется, началась осень, наконец-то дожди, жара наконец-то закончилась. Эта жара привела к тому, что даже дикая усоветская груша умудрилась рано поспеть. Но этому только рад. Полюбуйтесь. Как выглядит сама груша? Ну вот она. Дерево у меня сильно плотное, с двух сторон ее с одной подпирает амур, с другой подпирает манчжуриц. Но это результат того, что у меня всегда было мало места. Я не виноват. Места не давали и не дают до лучшего сибирского сада. Гордость этого сада, наверное, я так и назову этот очередной фильм, это дикая усоветская груша. Она несъедобна, казалось бы, на кой этот. Ну давайте немного истории. Я сюда когда приехал, вот, уже тогда появились эти самые. Я помню, сразу меня отправили в командировку, выпускали завод в командировку в Армению. Я привожу шикарнейшие груши, шикарнейшие. Прививать-то не на что. А то, что, казалось бы, во многих сибирских садах было, а на черта бы она нужна, было, допустим, рябина черноплодная. И вдруг выясняется, что на нее можно привить грушу. Казалось бы, ну что общего? Нет, прижились у меня груши. Вот. Довел до плодошения, долго плевался. Из-за вкуса. И выпилил. А, нет. Выпилил я потом вообще черноплодку, как занимающее место. А до этого груши пожили один год, и все умерли от, как я сейчас понимаю, от биологической несовместимости. И так, пришлось мне искать. Нашел я ее в лесхозе. Не буду говорить, как он. Вот. И в этом лесхозе, когда я обратился за грушами, сказали, груш у нас нету. Мы их выращиваем. Так как не покупают ни одну, осенью мы их, не закапываем, как слово, запахиваем. Вот. Они, кстати, очень медленно растут. Потом, значит, я взмолился, говорю, я ехал такую даль. Вот. Уссурийский, Абакан и Шушенский. Вот. Везде говорили, мы не пользуемся уссурийской грушей дикой. Ну, вы знаете, на ком поставлен крест? Ну, это учебный разговор, так что я не отклоняюсь от темы, нет. Крест был поставлен на яблонях в сибирках, диких крест был поставлен на этих уссурийских грушах, крест был поставлен на мазурских абрикосах, как диких. Вот. Ну, на сливах крест никто не ставил, но сами знаете, что такое дикая груша. Терн, терна слива. Вот. Вишня слива или слива вишня. Все это не годилось. Ну, а я по сливам остановился на сливах уссурийско-хасанской ветки, или как назвать это, направление. И у меня теперь не просто груши, а супергруши, равным которым может быть только в садах, в редких. А главное, это на чем отставали именно сайногорцы. Вот. С абрикосами великолепно было, я был вообще практически не нужен, это я потом их увеличил в размерах. Но это отдельная тема, это уже даже не наука, это антинаука. У-у-у, лысинковец, бах, у меня на лбу печать, клеймо лысинковец. Вот, еще шаман. Так вот, с грушами, в Садогорске было хорошо, с яблонями и с абрикосами. И даже с восточными сливами уссурийско, уссурийско-группы. А вот именно с грушами, я нигде не мог найти хорошие, настоящие сладкие груши. Все зависело от подвоя. А подвоя, я уже сказал, это анекдот прививать на иргу, на черноплодную рябину, на красноплодную рябину, на боярышник. Это должно звучать как анекдот, но именно такие советы были в ходу. А вот заниматься развитием подвоев, как вот эту уссурийскую грушу, этого не было и не было. Ну, засучил рукава, как сейчас помню. Но, все, поминания забыли. И так она попала ко мне почти 40 лет назад. С тех пор у меня самые сладкие груши в округе. Не только у меня, но и не без моей помощи в том числе. И так, вот она уссурийская груша. Вот она, дерево. Здесь плохо видно, на ней еще несколько ведр есть, просто они сливаются с листвой. А большая часть, все-таки уже, или хотя бы половина на земле. Давайте мы ее рассмотрим. Та, которая упала, она уже слегка мягкая. Да вот, вот она, видите? Вот, мы ее сейчас расколем. Есть я не буду, потом целый день буду поливаться. Вот, смотрите. Вот, вот ее семена. Я ее соберу. Что интересно, да, у многих культурных груш семена как бы деградировавшие. Вот, а именно у груши уссурийская, вот такие вот, великолепная всегда схожесть. У меня практически 100%, я показывал фотографии. Я же их не в интернете воровал фотографии, а делал сам в своем саду. Или в данный момент у Сергея Железова, у сына питомники. Вот это и есть, вот они самые, как бы сказать-то, а насколько деградируют груши, культурные, сладкие, в разной степени, правда. Но деградируют. А эти, вот это и есть то, что нам надо. Вот, я их продаю дорого, по 20 рублей, вот такая семечка. У меня их много. Я знаю, что большую часть их потом выкину. Цены я снижаю, но только для своих, для настоящих садоводов. А так, пожалуйста, схожесть по 100%. Вот. И в результате, фактически, я стал монополистом. Вот это и есть моя монополия. Таких у меня есть еще вторая груша, которая по размерам больше этой в три раза. Там тоже, я даже не знаю, что мне делать, сколько собирать. Я детей прошу, они быстренько ведерко, вот такое вот. Я плачу по 200 рублей. Вот за это. Сейчас первое ведро я сам соберу. Вот по 200 рублей. Они мне набирают этих ведер обычно штук по 20. Потом семечки ковыряют. Опять плачу по 200 рублей за наковыренное каждое. Короче, я трачу десятки тысяч, а потом, и все равно я очень-очень не хочу, очень-очень не хочу сбавлять цену, потому что им цена невероятная. Я самое главное не сказал. Единственное подвой, который я никогда специально не приучал к культурным грушам. И к культурные груши не приучал к этому подвое. Никогда. Всегда первое поколение великолепно. Первое поколение и так дальше великолепно. Кстати, с чем бы вас еще угостить? Вон, последние яблоки. Ну, мел бы я смел бы, а она же такая, знаете, она быстро, да нет, не быстро, а только рано поспевает. Целый месяц по маличку падает. Вот. Ну, я вообще-то, на груши надо бы и закончить. Где тут поблизости груша? Ах, вот она. Вот она. Посмотрите, это чудо. Она уже собрана. О, любуйтесь. Красотища, да? Вот, знаете, когда я отрываю, смотрите внимательно. Вот, сейчас она оторвалась вот здесь. На плодушке рана. Это моя учеба с грушами. Вот она. Рана на плодушке. Ее надо отрывать. Это я специально оторвал, чтобы показать вам эту рану. А надо как ее отрывать? Или она, когда я собираю вот так, переламываю вот тут. И хранится она теперь вот с этим вот огрызком, она может долго. Не дай бог вот тут. И вот тут вот отрывается. Если она вообще отламывается, тогда здесь начинается гниение. Долго не хранится. Вот это надо знать. Ну, а сейчас... Это еще из летних. Это, это еще из летних. Видите, я рану на кольцо не делал. Избавил от божьей делать эту рану. Ну и сейчас я вам в следующем фильме будем говорить, что мы... Я показал, что у всех у этой, у этой, у этой груши. Это уже осенние пошли. Видите, это осенние. У всех подвой. У этой, у этой, дикая усилийская груша. Ну, в третьем фильме я сейчас вот скажу, почему в сравнении нет груш. И почему мы игруш в короткий век. Вот, кстати, красотища. Но это еще летняя. Вот, настыльская. Так, ладно. Надо отключить, чтобы они завидовали, как-то с ваками ем грушу. Третий фильм будет особый. Почему в стране нет груш. Субтитры сделал DimaTorzok